здравствуйте дорогие друзья вы снова на сангейтс а где же еще проводить время с интересом и с пользой и вы видите у меня вот на стене солнышко прям даже его можно потрогать рукой и дорогие друзья у нас в эфире тоже солнышко у нас солнечный человек который умеет управлять со всей этой ужасной непостижимой невидимой энергии практик энергии хиллер энергопрактик ирина гвамберия приветствую всех дорогие любимые друзья всех приветствую приветствую любовь дорогая нежная милая очень рада сегодня очень рада опять сегодня со всеми быть ирина очень нравится мне ваш настрой и нравится всегда с вами общаться потому что мы очень часто встречаемся с людьми которые сразу становятся нашими оппонентами они сразу с нами спорят они сразу нас чему-то учат но так редко встречаются люди которые просто просто принимают вот без задней какой-то там мысли без каких-то ожиданий для себя чего-то вот пользы какой-то знаете такая тема существует очень много лет она меня пугает честно говоря она связана с вампиризмом рин люди очень мнительными бывают и как-то кто-то или общество в целом подогревает эту тему мнительности например человек заболел это какие-то злые люди плохо тебе подумали вот этот человек он вот тобой пользуется а вот этот человек у него злой глаз и каждый ожидает от другого человека какой-то подставы какой-то беды какой-то проблемы и вот но нет такого сердечного чтобы можно было обниматься со старым другом потому что я знаю точно он вам перед он мне рассказывает о своей проблеме значит он хочет забрать у меня энергию ирина расскажите пожалуйста как вообще вы относитесь к этой теме вампиризма что это такое за феномен ну смотрите давайте начнем с по порядку что касается вот принятия данки как мы принимаем или не принимаем все начинается себя если мы принимаем себя любовь сейчас любовь с нами опять придет все нормально дорогие и так дорогие друзья я вообще-то здесь я просто прячусь потому что у меня плохая связь я вот просто вам не успела ирина рассказать представляете шумы какие-то вот у меня сейчас наушниках все щелкает как только я ухожу с экрана я вас слышу нормально поэтому я здесь я даже знаете уже название придумала свои роли я роль рояль в кустах я сижу вас слушаю я здесь вы вот только чирик нити и хорошо договорились договорились значит смотрите когда мы принимаем себя вот все что касается как бы нас нашей жизни своего внутреннего соответственно мы однозначно автоматически и принимаем других точно так же и нас принимают люди то есть когда есть вот это глубина и спокойно и принятие балансировка осознанность соответственно вот эти чувства до соответственно точно так же мы этим и как бы точно так же это и мы излучаем в этот мир и вот в таких энергиях мы взаимодействуем дальше что касается вампиризма и вот все что все то что вы проговорили ну тут конечно можно много рассуждать и принципе говорить и так дальше начнем с самого такого знаете простого логичного и обычного как бы чтобы кто не говорил может быть кто-то будет возражать может опять-таки не примет эти слова но все что мы имеем жизни это то что мы сами каким-то образом причинули разрешили и где-то позволили сознательно несознательно в этой жизни прошлой жизни то есть так или иначе понимаете вот мы мы творить своей жизни это можно рассматривать как в позитивном ключе в плане развития до осознанного точно так же и вы с другой стороны когда человек идет вот просто скажем так неосознанно по жизни живет и так или иначе все что его окружает он притянул или разрешил себе сам дальше что касается вот конкретно вампиризма и всяких таких интересных энергий да безусловно конечно это существует в нашем мире и с этим уже в принципе не поспоришь и наверное уже не осталось таких людей которые еще захотят с этим спорить потому что все мы понимаем осознаем что вот в этом материальном мире есть конечно вот вещи да которые вот вот у меня что мне камни ну неважно все что нас окружает стол тетрадь ручка да это материальные и помимо этого то что мы нормально видим нашими глазами нашим зрением точно так же существует и тонкий тонкоплановый мир энергетический мир который некоторые точно также видят некоторые видят медитации некоторые пока что не совсем видят но хотят могут и так дальше то есть тут уже опять таки можно много говорить но тем не менее она существует все имеет место быть в этом мире поэтому наша задача просто ну как как я это вижу да просто научиться правильно четко конкретно с этим взаимодействовать вот карма такое понятие интересно что делаю я то мне потом и возвращается вот иногда вы знаете ли мне кажется что это какие-то происки врагов человеческих которые настраивают людей друг против друга и наивные люди начинают во все это верить и друг друга не любите обижаться друг на друга и сражаться и потом за счет их же собственного неведения за счет их же собственных ошибок их не принимают и не любят люди скажите рин пожалуйста насколько полезно вообще открыто сердцем жить обращаться каждому человеку искренне несмотря на то что он может быть вот как раз вот таким мнительным человеком подозревающим что тебе от него что-то нужно что ты вампир то есть возможно ли несмотря на то что этот человек так может плохо настроенным быть чтобы мы все-таки позволили себе жить по сердцу искренне принимать каждого человека ну конечно это например я пример того как это потому что вот иногда даже мне мне даже говорят вот есть одна такая мой соратник мой друг и вот она очень часто меня ругает говорит ирина так нельзя так это так это поверьте мне совершенно как-то не то что все равно но фактически я никогда про это не думаю в большинстве я это забываю и я всегда иду в мир с открытым сердцем я всегда иду в мир с открытой душой с любовью с теплотой потому как принципе то что излучаем то и получаем как бы с одной стороны с другой стороны это есть мое яйство и ну не знаю я себя уже наверно не поменяю и не надо и так любят те воспитывать ой ирин как вы мне созвучны вы знаете была такая интересная история в моей жизни я на протяжении но около 20 лет наблюдаю за процессом в котором я делаю добро другим людям и это длится 20 лет и за 20 лет это принесло свой результат но поначалу когда это не приносило результата меня учил каждый ну правда близкие люди мои они как-то это принимали и понимали они меня знали наверное просто что я такой человек а со стороны меня учили все что без копейки ты не можешь ничего сделать почему потому что такой закон природы энерго обмен если ты делаешь добро тебе за добро должны дать копеечку если не дали копеечку то ты умрешь потеряя жизненные силы вот что вы думаете об этом интересном энерго обмене смотрите любовь вы вот этим вопросом вы подняли множество еще других сопутствующих вопросов это безусловно очень важно с одной стороны вот вначале вы проговорили учат жизнь очень и все такое безусловно каждый человек нашей жизни так или иначе является нашим учителям или это по-доброму или это по жесткому или это очень скажем так не очень благоприятно но так или иначе он наш учитель и наверное каждый из со мной и с вами в принципе с этим согласиться правда вот невзирая какой опыт мы получаем взаимодействие с разными людьми дальше это одно насчет энерго обмена ну как вам сказать однозначно всегда же ей жизни баланс начиная от дебет кредита бухгалтерии заканчивая вселенной заканчивая этой жизнью и прошлыми жизнями потому что то что мы сделали как бы раньше в наших прошлых жизнях кармически так или иначе она влияет и вносит свои коррективы в эту жизнь так что это состоит вот вот за мной не с этой стороны не видно да ну в общем тем не менее все понимают что всегда есть правая сторона левая сторона правая левая полушария которые не балансируем активируем есть наша а светлая сторона есть наша темная сторона с которой мы всегда есть мы живем просто зависимости от того насколько мы осознанно идем по жизни насколько мы осознанно взаимодействуем с людьми с окружающим миром жизнью и насколько мы осознанно проявляем ту или иную сторону да это уже очень интересные моменты фишечки то есть а баланс он есть всегда и конечно же чем больше мы излучаем доброты и благости в этот мир конечно же наверно так в этих энергии наверно а точно также в этих энергиях мы живем и взаимодействуем да совершенно так много чем 20 лет прошло и те самые люди которые меня учили они теперь поменялись представляете ирина они приходят ко мне говорят слушай а как же было здорово что ты вот это сделала что ты вот это смогла как вот это делала смотри какой результат и они говорят о том о чем говорила я когда-то раньше мне казалось что они меня не слышат представляете и мне казалось что я говорю в пустоту получается так что слышат как вот это происходит однозначно любовь все нас слышат все нас хоть ну как бы осознание осознанно как то вот вот это знаете чтобы мы не говорили если это семена любви доброты если это семена какие-то зерна вот в плане развития или в плане какой-то реально действительно нужной информации миру людям информации которая трансформирует информации которая несет за собой свет любовь доброту баланс счастья легкость любовь развитие такие так или иначе она все сеется и хотят как бы эти люди хотят она все равно вы где-то там откладывается и когда приходит время она все взрастает прорастает приносит свои плоды вопрос только когда с кем каких обстоятельствах и так дальше и насколько человек готов понимаете потому что наши души вообще если так вот ну просто и глубина и образно говорить предназначение каждой души на этой планете это развитие это духовное развитие так безусловно есть наше земное предназначение которые вот например в рамках нашего курса в рамках курса который запускается мы будем находить есть миссия предназначение все такое но предназначение души выше и да это духовное развитие и и и душа уже изначально запрограммировала себя и запрограммирована на это ну то есть как бы на развитие так что это обычные вещи это нормальные логичные у нас есть постоянные слушатели анастасия бурта я очень большой симпатии анастасии к вам отношусь вот относить анастасия пишет что-то безоплатно в жизни мы отдаем как свои долги перед этим человеком из прошлой жизни вот смотрите какой парадокс складывается мы предполагаем что мы не знаем прошлого и что если у нас что-то вот сейчас здесь происходит то это может быть связано с какими-то кармическими историями если что-то негативное то эти кармические истории связаны с нашими неправильными действиями прошлой жизни долгами и вот очень логично звучит до что мы безоплатно в жизни что-то делаем для того чтобы исправить свои прежние ошибки я вот так вот понимаю комментарии анастасии но вот такой вопрос но не знаем прошлого и неужели мы все время будем вот так вот жить с обрядкой на свои прежние ошибки мы сейчас их много неправильных действий набираем и будем иметь мотивацию такую делать добро для того чтобы погасить наши прежние ошибки избавиться от страданий как вы думаете насколько важна мотивация ведь то же самое действие то же самое действие вот даяние мы же можем делать исходя из другой мотивации из мотивации того что вы слушаете ты такой классный ты такой прекрасный человек а тебе это надо на тебе я тебе могу это дать мне не жалко вот какая разница между двумя этим мотивациями простите за коварный вопрос вопрос чудесный любовь и благодарю анастасия значит смотрите так чтобы все по порядку есть два варианта когда есть конечно безусловно есть такое когда человек в общем не знает там что есть такие там курсы например развития да есть вот реально люди которые подскажут научат как бы скажем так помогут разобраться что как и вообще устроена в этой жизни и они просто идут и они просто интуитивно да вот всеми фибрами души чувствуют я хочу это делать вот просто безвозмездно вот я хочу мне это надо есть такой вариант 1 безусловно да да все действительно скорее всего так оно и есть что а таким образом они отдают долги со своих прошлых воплощений кармической долги но есть же конечно и другой путь скажем так осознанный да когда мы идем учимся и потому что вот опять таким там в рамках нашего курса до который запускается дорогие мы там будем это все подробно изучать да что такое прошлые жизни как они влияют какие его долги могут быть из прошлых жизней как не только долги какие контракты договора зарок и обещания то есть там очень множество мы настолько раскроем затронем и раскроем настолько широкий спектр таких важных я бы сказала вот грунт основополагающихся вопросов которые действительно безусловно влияют на нашу жизнь если говорить о прошлых воплощениях о прошлых кармических долгах которые фонят то есть и может быть один вариант а может быть это все делать осознанно пришли выучили освоили и разобрались и поняли что как бы в жизни надо сделать если там касается денег где там убрать если это касается одну смысле блоки да где убрать блоки все что у нас нам преграждает приходу к денег все что зужает где мы сами не позволяем где вот вот опять такие эти может быть контракты договора зарок и обед и что мы там давали обещали на что мы соглашались и подписывались в прошлых воплощениях вы понимаете это настолько все удивительно увлекательно и настолько важно и серьезно она никуда не девается она вообще она есть она с нами всегда переходит я имею ввиду вот если мы говорим в рамках нашей сегодняшней передачи если мы говорим о контрактах договорах за руках обещания они вообще никуда не деваются если их не обнулять не рассоздавать его не расторгать понимаете они переходят с нами с жизни в жизнь воплощение воплощение и ну это очень просто можно отследить когда например есть например затык с деньгами да или когда мужчина или женщина могут найти себе пару в жизни и создать там благоприятные отношения в семье да когда например абсолютно здоровая прекрасная вообще женщина а не может родить ребенка хотя по всем показателям у нее вообще никаких нету проблем со здоровьем а если мы пойдем например в прошлую жизнь там покопаемся и раскроем что да вот там был у нее моменты такие ну если говорить про контракты есть есть однозначно вот с моей практики я уже просто перескакиваю очень важная такая глубинная тема уже начинаю перескакивать знаете со стороны на сторону если говорить о деторождении из моего опыта просто ну колоссальный вот пример им даже не один а множество примеров когда женщины расторгали договора прошлых воплощений когда переписывали прошлые воплощения где там ну всякое было да чтобы больше не рожать что через боль через травму конечно через смерть или я имею виду в прошлых да это все фонит на эту жизнь и в этой жизни например женщина не может иметь детей понимаете то есть это все очень важно и взаимосвязано то есть говорю можно идти совсем другим осознанным путем прийти выучить разобраться посмотреть расторгнуть переписать переменить и просто изменить всю свою жизнь любовь я дала ответ на ваш вопрос да да вы дали ответ на мой вопрос и все оказалось сложнее траки друзья чем просто принятие какой-то одной или другой точки зрения и очень важную тему и рин вы затронули я к ней потихонечку подхожу и тема связанная с нашими действительно прошлыми жизнями не случайно анастасия задала вопрос вот как это удивительно бывает в мире все созвучно все как будто бы звучит я не знаю как это было бы правильно выразиться но в одной тональности с точки зрения музыки то есть все звучит в одной теме и вы представляете мы в принципе планировали сегодня поговорить о том о чем вопрос и и о чем вы говорили тоже сейчас вот можно немножечко тогда отойти в область неизведанного прошлого и спросить у вас как у человека который с энергиями взаимодействует действительно ли из прошлого чувствуется ну вот это не знаю как это правильно назвать история давняя которая не дает нам чего-то миновать или с чем-то встретиться только потому что наши собственные мирения наши собственные действия в прошлой жизни возможно какие-то клятвы возможно это обещание возможно посвящение они как печать на настоящий однозначно любовь однозначно берем такой самый такой зайти обыкновенный пример когда мужчина или женщина соответственно идут как бы вот в монахи до делает пострики как там правильно называется это же дают обед на небратья что они отказываются от имущества и и все такое и это понимаете потом как бы человек вот в этой жизни например это сделал до принял такое решение женщина или девушка ушла в монастырь и как бы там провела свою жизнь до жизнь закончилась потом душа естественно перевоплощается берет другой костюмчик другое тело опять приходит в следующие воплощение на планету земля а вот этот договор этот обед понимаете обед то что она сделала он никуда не девается он автоматически переходит сметь и и потом женщины удивляются или там как бы почему и вот так и так и так и все в жизни и умная и красивая они может создать семью точно также и для для мужчины и это только один пример например да например например а если брать на когда вот возьмем развитие да мы говорим много про развитие интуиция сверхсознание и все такое возьмем вернемся вот в эти годы которые особенно в европе на территории европе происходили когда была охота на ведьм да скажем так на этих женщин ведунь которые знали которые имели силу которые понимали что это откуда и умели с этим как-то взаимодействовать да которые были ведуньи помните вот истории там или с книг или фильмов неважно их же насколько сжигали сжигали живцом на костре и головы там и четвертовали ну просто там жесть творилась и вы понимаете вот например вот такой но множество это и через прошлой жизни и я переписывала и видела и и много клиентов и это много просто если говорить сейчас про результат это просто мы можем там и остаться а если так в двух словах то это никуда не делать вот вот эта женщина которая пережила вот такой стресс такую травму это же очень сильная травма души плюс к этому подключается наша эмоциональная сторона и все что мы проживаем еще эмоционально это еще глубже еще сильнее прописывается на всей энергоинформационной структуре нашей 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 души понимаете и вот тут сейчас здесь на этой планете рождается там например человек да мужчина женщина неважно и есть такая вот я хочу в развитии я хочу то я хочу научиться взаимодействовать и с интуицией и так и так и как-то вот не или боится или прям когда вот если заходит тема найти разговор на эту тему вот такой прям холодок какой-то вот я не знаю что то такое отталкивающие почему так может быть очень очень много таких подтверждений что в прошлой жизни вот она закончила свою жизнь так скажем так неблагополучно через такую травму через такой стресс и может быть еще до ну перед смертью скажем так беспосредственно может быть она дала клятву может быть из нее как-то там ну сейчас я не буду фантазировать но есть обеты чтобы там не владеть больше силой или же заблокировали таким образом вот эти ясновидения сознания сночувствия понимаете и так она тоже тянется всю жизнь точно таких примеров можно найти множество что касается денег это просто это просто невероятно сколько мне пришлось переписать разных ну отработать разных прошлых воплощений которые касаются деньги денег где там и топили и убивали и зарывали в землю уже я сейчас говорю такие не очень приятные вещи я понимаю но дорогие это это часть нас это вот как смотреть как айсберг вот эта жизнь наше тело это как бы вершина айсберга да вот то что мы сейчас проживаем а то что внутри это наши прошлый прошлый багаж это все наши прошлые жизни но она не она тянется с нами а это часть нашей души это часть нашего опыта и это все вот на энергоинформационном плане мы тянем с собой поэтому мы поэтому так и случается в жизни такие неприятности понимаете и говорю что касается денег очень множество есть такое что взрывали живьем когда на глазах семью вот у меня реально я ходила в одну из своих прошлых жизней я реально там была ребенком и видела как как на моих глазах убили всю семью и не просто убили с мамой там ну смысле в этой жизни прошлой да всякое разное делали естественно там проговорились слова такие да лучше дать и деньги все такое что с этим связано понимаете и здесь человек приходит и думает а почему за тык деньгами а почему как бы и работа есть и то есть и то есть и возможности есть а как-то она ну как-то непонятно да то есть это есть тому логическое подтверждение того что да и то есть это с нами это фонит и если мы готовы с этим работать если мы готовы улучшать нашу жизнь вот пожалуйста слава богу вот есть как говорится да есть инструменты есть система просто бери и делай да не знаю можно ли два сразу нет не получится да сейчас очень активно психологи используют регресс они погружают нас прошлые жизни и возникает вопрос а психологи сами как оценивать ситуацию насколько они уверены что эти погружения в прошлые жизни не являются иллюзии или подключением возможно всеобщему бессознанию чей-то другой ситуации и вот продолжение опять же алены что это может быть фантазиями размышлять на данные темы мы можем сколько угодно но мы как будто бы находимся на разных сторонах лагеря да видящий человек он видел и понимает что от его искусства интерпретации много зависит и он может быть чувствует им это связано или не с ним никто не застрокован от иллюзии до человеку которого таких видений нет как у меня к примеру я не обладаю подобным даром всегда задается вопросом а что если это самообман если это иллюзия или а что если это подключение каким-то допустим хроникам акашетом каким-то особым пластам то здесь вопросов на самом деле множество и я вот сейчас вопрос алены кулик продемонстрировала но с тем чтобы даже своим каким-то ракурсом подойти как вы думаете ирин ведь даже если мы видим иллюзорную картинку наверное есть какой-то смысл смотрите любовь ну во первых очень вас прошу и не блокируйте себя не ставьте себе никаких дополнительных блоков что у вас чего-то нет у вас все есть потому как мы как приходим вот эта душа на планету земля у нас изначально по праву рождения заложены все все наши дары способности все наши ситки и все остальное вот единственное повторюсь если мы думаем что этого нету это не значит что этого нету это есть на это просто заблокировано и задача если есть такое желание есть такой запрос души если есть такая потребность это просто разблокировать расчистить и ну и просто вот этот канал до очистить и что говорится наслаждаться и пожинать вот эти все плюшечки бенефит и ну использовать этого влага это во-первых прошу вас больше так не говорите что касается иллюзии понимаете однозначно я с вами соглашусь потому как если человек этого никогда не делал естественно когда просто вот это слушать со стороны можно сказать да это иллюзия вот как бы или шизотерика да вот много такое тоже слово известное но в том как все дело что дорогие когда вот техники еще раз хочу на обратить ваше внимание что техники это рабочие и не просто рабочие они реально которые трансформируют и когда вот это освоить когда человек учит осваивает эту технику естественно может быть первого раза и не удастся там все увидеть потому что наше сознание подсознание в силу того что душа прожила такие большие стрессы травмы естественно это может быть еще сама душах ну как сад не готова да не готова войти туда не готова с этим соприкоснуться и естественно может быть первого раза не все увидят не всем удастся но когда человек все равно учится развивается есть еще вспомогательные материалы которые помогают так чуть-чуть скажем так вот этот ум подсознание расслабить да убрать этот защитный скажем так как это каким образом назвать да и и все равно в практике человек делает человек идет каждый раз каждый шаг за шагом дальше дальше и она получается и когда человек идеально действительно усва осваивает технику начинает практиковать первый второй десятый пятнадцатый раз и начинает вот там там же не просто картинки я например когда вот прорабатываю там все включается и эмоции и вот эти все травмы всплывают я и могу и поплакать еще после этого отрветь ну в разное знаете там там невозможно сказать что это иллюзия когда ты в это входишь когда ты смотрит когда ты проживаешь ну я говорю вот кто делал дайте пожалуйста подтверждение дорогие кто меня слышит да кто уже знаком с этим например да это невозможно сказать да нет это иллюзия кто еще только начинает учиться и не может быть вообще никогда этим не занимался это естественно такое мнение такое подозрение это реально но просто встану сама разница в том что можно не верить и говорить что это иллюзия а можно взять освоить проделать и потом самому утвердиться иллюзия это или нет ирин вы рассуждаете очень мудро и спасибо вам за ваши правильные мысли я хочу сказать нашим слушателям о том что ирина проводит свои собственные курсы и вебинары и на сангейт планируется от ирины тоже интересная программа и наверняка многим многим слушателям будет интересно послушать ирину которая изложит последовательно этап за этапом важные цепочки связанные с вашим собственным развитием или можно я попрошу вас вот это расшифровать смотрите вы энерго хиллер энергопрактик вы практик в первую очередь я вижу что вы говорите о практических вещах как будет построена ваше обучение это будет какой-то практический курс или что если вы практик то я предполагаю что речь идет о практических навыках каких-то да безусловно любовь это уже программа сформирована я не знаю если она уже на сангейт центре или я имею ввиду в интернете можно ли уже прочитать если нету буквально вот на следующих днях она уже появится то есть программа уже сформирована как это будет происходить группу я не думаю что мы будем набирать большую группу со мной будет еще мой соратник помощница друг анастасия она тоже обязательно будет присутствовать на курсе будет помогать и то есть группу мы будем набирать говорю сразу небольшую потому как работа будет очень глубинная очень такая трансформационная и каждого вот буквально каждого я буду вести за ручку и и с ним работать что это значит в неделю будет один урок ну будем смотреть какая тема если там тяжелые проработки или какие-то чистки или то же самое прошлые жизни может быть буду давать и две недели на освоение и практикование этой темы посмотрим но в основном это один раз один урок в неделю сначала будет конечно же небольшая теория и сразу практики медитации потом человек это все конечно же учит усваивает будут домашки я и думаю еще так вот и сделаю что с каждым буду непосредственно работать лично как ну начиная как сначала там у нас будет чистка мы все будем друг друга чистить практиковаться ну и потом уже в зависимости с каждой темой будем работать отдельно то же самое и прошлые жизни и рассоздавать уничтожать контракт договора за рог и обещание прошлых жизней то есть множество все что входит в рамках этого курса мы будем делать вместе будет конечно же чат в котором постоянно будет поддержка пациент постоянные еще консультации еще всякие наводящие вопросы что как на что обратить внимание а где скажем так собака зарыкота а еще это еще это еще это то есть работа будет колоссальная работа будет на вообще очень глубинная работа будет очень обширная и единственное что скажем так ну такое не то чтобы условия но человек должен понимать осознавать и быть готовым на работу то есть никто ни за кого просто так ну ничего делать не будет человек должен взять ответственность на себя за свою жизнь и за все свои действия и за все свои цели результаты которые он хочет ожидает планирует получить выходя из этого курса и человек должен быть настроен на работу время нашего эфира подходит концу и я все-таки еще задам к вам вопрос дело в том что сейчас мы подходим к коридору затмений которые отличаются определенными астрологическими характеристиками и конечно я наверное поступлю как астролог категорически который позволит себе озвучить некие совокупности обычно мы стараемся как-то мягко очень интерпретировать дело в том что есть ряд показателей которые говорят о возможности изживания сложного кармического опыта для человечества и на персональном уровне может идти речь о родовых проклятиях допустим предположим что есть какие-то клятвы и обещания из прошлых жизней за руки если возможность как-то нейтрализовать или как-то пообщаться или как-то понять или как-то взаимодействовать с тем феноменом который называется родовым проклятием однозначно любовь вы тоже затронули важную тему вот буквально в предыдущей эфире который к сожалению прерывался я рассказывала кто слышал кто не слышал я еще раз расскажу совсем коротко это просто очень в тему понимаете вот буквально недавно несколько дней назад я работала с одним человеком ходила в прошлую жизнь там был стоит ли называть запрос ну то есть человек как бы жил в этом в этой жизни и сиротой да и там короче надо было разобраться посмотреть что как чему и почему и когда вот это я прорабатывала да действительно я наткнулась что там была завязана ситуация была проблема и вытащили как сказать и выяснили что там было родовое проклятие даже не только родовое а как бы по как бы проклятие этого человека и да действительно вот из-за этого проклятие влияние в этой жизни так у него сложилась судьба это вот вот реальный свежий прям прям пример потрясающе что касается родовых проклять да такое тоже есть она тянется по роду и к сожалению кстати родовая тема тоже у нас программа тема рода очень будем будем глубина с этим работать будем прокачивать я сейчас не буду на это углубляться потому что это не не будет две минуты то есть но с родовой темой с родовыми проклятиями это все убирается это все трансформируется и есть конкретные практические практики как с этим работать мы тоже с этим будем работать спасибо большое ирина последний вопрос ожидается затмение лунная очень эмоциональная луна соединяется с нептоном знаки рыб это конечно астрологические термины но дорогие друзья это я говорю для того чтобы подтвердить мои слова какими-то фактами очень эмоционально и ожидается время эмоции могут зашкаливать люди могут себя вести даже так скажем неадекватно что вы как специалист посоветуете нам ближе к 17 сентябрю как правильно прожить этот обменный период смотрите друзья тут ну какие советы все мы родились по образу подобию бога так поэтому частичка бога вот эта божественная часть у нас есть у каждого просто надо держать осознанность держать осознанность каждому моменте что я говорю что я чувствую что я думаю что я чувствую что я ощущаю как я веду себя с окружающим миром просто держать осознанность осознанно опять-таки держать себя на таких более менее балансе таких позитивных вибрациях и невзирая ни на что никакие испытания не на какие подключки если они есть они есть у большинства людей все равно идти по своему божественному пути и знать что вас с вами всегда с вами вместе всегда есть ваша божественная семья ваша божественная структура духовные учителя наставники проводники хранители кармы хранители роду ваши ангелы хранители каждый день к ним обращаться с ними разговаривать и поверьте это мощнейшая сила мощнейший оберег который мощнейший путеводитель который будет вести и охранять вас дальше на вашем жизненном пути спасибо большое ирина дорогие друзья пользуясь случаем я приглашаю вас на курс ирины ирина замечательная специалист посмотрите это солнышко которое пришло осветить и не знаю как это правильно сказать вдохновить сопроводить изменить и помочь дорогие друзья в сложный момент поэтому вы пожалуйста помните об этом курсе помните об ирине читайте ее слушайте и обязательно приходите на курс я очень очень вам советую это в преддверии достаточно сложного периода времени затменного на оси рыбы дева мы будем переживать достаточно сложное эмоциональное состояние и эти эмоциональные состояния могут играть с нами злую шутку они могут быть как мыльный пузырь на пустом месте надуманными проблемами надуманным разочарованием в себе и только солнечный человек такой как ирина может нам помочь в этой ситуации все-таки увидеть реальность в ее реальном проявлении рин спасибо вам большое за сегодняшний эфир благодарю вас любовь что даете такую возможность донести эту важнейшую информацию людям в мир всем света желаю света и любви дорогие друзья посмотрите на ирину сейчас внимательно посмотрите как на ней играют солнечные лучики у меня станция прямо так светит но говорят ничего случайного в жизни не бывает ирина вам солнечные лучики посылай дорогие друзья ловите свои лучики и пусть все будет хорошо всем хорошего времени суток ирины с вами надеюсь до связи всем пока пока пока